Люди совершают какие-то действия в реальности и продают запись для того, чтобы её адаптировать в брейн, чтобы люди могли испытывать это? Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжим с вами играть в Cyberpunk 2077. И у нас с вами задание прийти в Лизис между 18 и 6. А, погоди, а сколько сейчас время? 17.13, вот оно! Мне пришло сообщение от Декстера. Мистер Ви, хочу напомнить, что сумма в размере 10 тысяч евро-долларов уже поступила на счёт моих уважаемых партнёров из Мольстрема. Помни об этом, когда будешь получать товар и не поддавайся на шантаж, к которому склонны представители этого прекрасного объединения. Спасибо за инфу. А, я могу прям ответить? Окей. Удачи, она тебе понадобится. Окей, целую. Ждём. А, вон, прям под картой время написано 17.15. Погодите, а что? Мы прям реально ждём? Это будет прям реально 17.16. То есть нам ещё где-то 45 минут нужно торчать, что-то делать. Давай поговорим с тобой. Потерялся, малыш? Потерялся во времени. Будет очень странное. Жалко нельзя просто прям взять и начать болтовню. Когда-нибудь однажды такие игры появятся, когда у каждого будет свой характер. И причём это будет не прописано, а будет генерироваться. Это будет, наверное, потрясающе. Девушка, что с тобой? Ты в порядке? Вы что, все сговорились? Кажется, у неё какие-то проблемы с вестибуляркой, да? Ладно. Что же нам делать уже 17.21? В принципе, мы можем здесь протупить всё это время. Я не думаю, что стоит куда-то бежать. Шесть часов. Фух, всё, переждали. Так, спасибо большое за ночлег. За временное убежище было очень комфортно. А теперь пойдёте выполнить задание. Быстрее. Нельзя опаздывать. Мы опаздывали на две минуты? Нет! Наркотик, ты что-то потерял? Не хочешь топовой брейн? А... А что вы... Нет, да, я зайду. Я зайду. Погоди, сначала правило. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Всё просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейнданс, Погодите, а что? Я что, из детсада, по-твоему? А что за место? Окей, дверь открыта. Окей, я понял, в какое место я пришёл. Добро пожаловать. Спасибо. Ты смотри, какое миленькое личико. Ты про кого? Про меня, что ли? Сиську дать, малыш. Нет, спасибо. Работать иди. В смысле, работать? В смысле, работать? Я здесь не работаю, я посетитель. Возьму вот это я. Новый чип. Прочитать сообщение. Шельмы – это одна из тех историй, которые звучат или очень просто, или очень сложно. Смотря кого спросить. Шельмы появились, потому что должны были появиться, уверенно заявляет Дженнис. Нас некому было защитить. Никто не мог дать отпор тем, кто нас гнобил. Пришлось взять дело в свои руки. В шельмах состоят те, чего исчезновения вы бы и не заметили. Секс-работники, нищие художники, отчаявшиеся бунтарии. В общем, люди, к которым судьба оказалась не слишком благосклонна. Сегодня шельмы процветают, как и принадлежащий им бар Лизис. Один из лучших брейнданс-клубов во всём найти. Что за брейнданс, интересно? Его посещают люди самого разного социального положения. Менеджеры корпорации и преступники. Поп-звёзды и простые работяки с заводов. Все они приходят выпить по коктейлю, отдохнуть и главное посмотреть верты. А, верты исключительной красоты и качества. Это типа брейнданс. Это виртуальные девушки танцуют. Понятно. У тебя в голове. Правда, большая часть посетителей не в курсе, что баром владеет и управляет банда шельмы. Приглядывают за своими, как когда-то это делала легендарная Лизи. Многие в Найт-Сити знают её историю. Лизи работала тут ещё во времена стрип-клуба. Гордо рассказывает Джейнис. Она помогала девочкам и следила, чтобы они получали деньги, а не по лицу. Однажды какое-то чмо, речь идет о члене банды, тигриные когти, примерное редактирование, так сильно приходовала одну из стриптизёр, что Лизи не выдержала. Говорят, она лично оторвала уроду его кошачьи яйца. Кровь и рвоту потом отмывали двое суток. Конечно, когти об этом узнали и убили Лизи. Но все те, о ком она заботилась, остались. Они объединились, чтобы отомстить. И Джейнис делает паузу. Дальше вы сами знаете. Прекрасно, интересно. Правда, интересно. Там, что происходит у нас? Я пошел. Брейн-данс. Звучит как брейк-данс, да? Кто б заменялся. Ну, смотри, по сути, очень удобно. Вот этому чуваку сейчас делают брейн-данс. И, по-моему, не знаю, она просто сидит и втупляет. Все прилично. Очень даже приличное местечко, по-моему. О, вот наш друг. Сесть у бары. Привет. Да, привет, привет. Классные глаза. Так, что подаете? Что в меню? Кстати, двуствольное. Мы еще пока юзать, получается, не можем, что ли? Не знаю. По крайней мере, у меня не было опции такой взять. Ладно, давайте попробуем. У нас всего 200 баксов. Давайте, самое дешевое. Блю Грасс. Понижает скорость передвижения, она здесь. Понижает точность прицеливания. Нет, нет, нет. Я должен быть трезвым. Я ищу Эвелин. Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Ви. Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Вы еще ее, может, найдете? Все в порядке, Матео. Я его ждала. А-а-а. Приветик. Уверенный взгляд очень. Ага. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. Почему тогда не подошла? Ничего сразу не подошла. Хотела немного на тебя посмотреть. Так. Почему мы встречаемся здесь? Поговорим о работе? Давай поговорим о работе. У тебя вроде был для меня заказ. Угу. Только не здесь. Иди за мной. По идее, мы можем сейчас начать подкатывать, выпивать с ней. А мы будем главать, Матео. Если что, нас... Ну, я не знаю. Я что-то не доверяю. Я очень недоверчивый человек. Я хочу быть трезвым, чтобы у меня не отнимались... Сюда? Сюда нам надо? Да, это виртуальная девушка. Прошу, закрой дверь. Или я должен сесть? Ну ладно, давай я сяду. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь. И никогда не подводишь. Я первый раз на него только работаю. Он, мне кажется, преувеличил. Так, давай сразу к делу. Я лучший из лучших. Что значит этот значок? Вот этот вот. Инь-янь 6. Ви. Надеюсь, он не преувеличивал. Тебе же не важно, что думает Декс. Блин, я не знаю. Я... Я не знаю. Любит Декс преувеличивать или наоборот? Преуменьшать? Я с ним недавно работаю. Всегда нервничаю. Не знаю, что отвечать в такие моменты. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс... Он как раз относится к другому типу. Что за тип, ладно, узнаем. Ну, не томи. Рекрутеры. У них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. Им важен потенциал. Если они вдруг ошибаются, это становится их последней ошибкой. Поэтому я надеюсь, что Декс с интуицией все нормально. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Аросаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да. Они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где я там? Был там. Как-то не приходилось. Не приходилось даже в том районе бывать. Жаль. Фреши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так. Где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Йори Нобу Аросака. Йори Нобу Аросака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Йори приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Аросаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Аросака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Аросака. А ты как раз знаешь. Так, наверное, так-то такая армия охранников. Мне надо обокрасить самого. Окей. Ну ладно. Если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Йори Нобу сам вынес чип из лаборатории Аросаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? Так, эм... Значит, чип лежит без охраны, потому что Йори Нобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Аросака. Так, что ты еще знаешь, что на этом чипе? И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Йори Нобу спер у Аросаки и хочет передать дозору. Это не может быть не важно. Послушай, Вия, чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание, я перевожу на твой счет кучу денег. Погласен. Что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейндансу из Компаки Плазы. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Ворсень. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступны зрению даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юри Ново. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой. Это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Значит, ты знаешь. Если на записи квартиры Юри Нобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Все, как ты скажешь. Я ей доверяю. Да, да. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. Такое ощущение, как будто мы сейчас в Матрицу попадем. Поговорить с Джуди, да? Джуди, привет. Привет. Это Ви. Он за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь? Как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Что сейчас будет? Я опять нервничать начинаю. Как с этим чуваком, когда мне руку делали и глаза. С этим как-нибудь уж справлюсь. Я тоже посмотрю. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится, как следует. А что такие мониторы толстые? Это какой год? Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? Так, что такое сырой брейн? В смысле сырой? Он чем-то отличается от готовых? Готовые, если они качественные, передают тебе эмоции и ощущения, которые ты вряд ли когда-нибудь спытаешь самостоятельно. Это массовый продукт. Там все заскриптовано, закодировано, тихо и мирно. А сырые? Там как в виртуальной реальности. Можно ходить, все рассматривать. Монтажеры разделяют их на слои, отлавливают там яркие эмоции и из них создают брейнданс на продажу. Ну, садись порасполагаться и приступим. Окей. Я сейчас прямо примерно в таком же кресле сейчас сижу. Ох, видимо, все. Видимо, я сейчас я погружусь. Сначала создам твой сенсорный пол. Давай. Окей. Поехали. Надо было спросить. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будешь липера покалываться. Угу. Не могу что-нибудь взломать здесь. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты украл. Эту калибровку надо будет каждый раз делать. Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейнданса. Еще секунду. Надо заблокировать пол и вырезать. То есть все-таки больно будет? Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Чтобы освоиться с редактором. Так, так. Что вы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Что ты выбрала? Что ты выбрала? Налет на магазин в Хейвуде. Новички снимали. Не помню, где этот капало, но для нас в самый раз. Начнем? Поехали. Да. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменения. Погружение через 3, 2, 1. Это что? Какая-то чистота света заставила меня глючить или что? Как я там оказался? Никаких выгрутащиков. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брэйм этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Не понимаю. Люди совершают какие-то действия в реальности. И продают запись для того, чтобы ее адаптировать в брэйм. Чтобы люди могли испытывать это. Это типа передать опыт. Это интересная идея, на самом деле, если это так. А, это было слишком. Теперь мы сможем адаптировать события под себя. Мы можем там действия, у нас будет свобода действий. Да. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. А, вот так это происходит. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя кусочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, как там надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуем. Снять запись с паузы и посмотреть сцену. Хорошо. План простой. Никаких покрутос. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психовой студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому начальному. Ага, круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких покрутос. Забудешь, выгребаешь бабло. Отвалишь. И мы продаем брейн этим психовым надо. Окей. И если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Зажать. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. Так, смотрим. План простой. Никаких выгрутосов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психовой студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Очень интересная концепция. Тогда покажи. Покажи. Вот. Выделенные жирным части дорожки содержат подсказки, доступные для сканирования. Подсказки будут подсвечены на протяжении своего фрагмента, всего фрагмента. Если в редакторе выбран нужный слой. Подсказки могут наложиться друг на друга. Та часть дорожки, где это произойдет, будет подсвечена особенно ярко. После сканирования подсказки пропадут в дорожке. Окей, хорошо. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, от которых оператор понятия не имеет. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Слоями переключаться можно shift. Хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Вот этот? Вот этот? Ну давай вот этот выберем, самый ближайший. Я слышу. Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Эти мы хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. Редактор их ловит и выделяет. Пограй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Так вот еще. Перемотать назад, перемотать вперед, перезапустить. Окей. Хорошо. Еще какие-то слои есть. Все. Например. У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. Хорошо. Пускаем. Целуем пол живо. Секи. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненной девахе. Попробуй. Отлично. Поехали дальше. Промотай до того момента, где Бор получает пулю. Идем, идем. Смотрим дальше. Тише, тише. Я... Давай. От кого он вообще пуль-то получает? Понимаешь? Он даже не видел, что в него стоит. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Так. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения. И просканируй его. Офигенно. Вот. Ему всадил пулю его же Чунга. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваривают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Слушайте, это прикольно. Очень интересная идея. Все, выходим. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим за обезьявы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу ТИБАК и можем начинать. Воу-воу-воу. Кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то, проблема. Нет, мы так не договаривались. Расслабься, Джуди, все будет хорошо. Эвелин. Эвелин, без ТИБАК я тут много не сделаю. Джуди, пожалуйста. Эва, он хочет запустить раннера. Ты что, не понимаешь, куда мы можем влипнуть? Кто гарантирует, что он просто подключится к записи? Я. Я тебе гарантирую. Ага, конечно. Помоги последний раз. Я тебе обещаю, все сложится. Все будет нормально. Окей. Звоните БАК и погружаемся. Правильно сделал, что выбрал, чтобы ее подключить. Эвелин, к разговору. Привет, Вер, что такое? БАК, слушай. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Так, Джуди и Эвелин. Эвелин и Джуди. Все в порядке, они свои. Они мне помогают освоить материал. Угу. Ну, ладно. Говори, в чем дело. Короче, нужна помощь. Мне надо понять, на что обращать внимание на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Блин. Столько всего происходит. Мне даже комментировать ничего не надо. Мне нравится. Определенно. Нам надо узнать, где Еленову держит чип. Стоп. Сразу стоп. Пауза. Тут же нам нужно все просканировать, раз мы уже в режиме изменений. Ага, вот так у нас будет в общем система сигнализации хакнутая. Давайте вернем обратно. Послушайте, есть какой-нибудь звук. Ой, мы остались внутри. Стоп. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Так, звука никакого нету. Хорошо, переключаемся дальше. И пусть проигрывается. Стоп. А что будет? Что-то надо сделать. Стоп. Вот здесь что-то есть. Или нету. Ну вот он что-то, он его показывает, но какое-то ничего не работает. Ладно, дальше. Хорошо, смотрим. Стоп. Давай перемотаем чуть-чуть, да? Ой. Ой. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец замученный безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Забура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Давайте меняем слой. Где-то здесь документы на чип. По-моему, нам нужно мотать назад. Мы где-то тут. Не, наверное, нам нужно дальше вперед идти, да? Ладно. Что? Назад. Все, слушаем. Прости, пожалуйста. Работа – такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пойдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание на меня. У нас остались конфеты. Стоп. Мы где-то находимся здесь. Но я не понимаю... А, вот. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи. Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. А без него никак? Не, по крайней мере, других идей у меня нет. Ладно, давайте продолжим. Сейчас чуть найдем. Тумбочки. Спальня. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Что она делает здесь? Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найдем что-нибудь подходящее. А, на музыку хочется включить, да? Вот это тебе понравится. Стоп. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Стоп, погодите. А нам это даже не показано на дорожке. Видите? Это... Мы могли это пропустить легко. Стоп. Документы. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип. Вот, новый слой. Должно быть что-то очень холодное. Конец записи. Хорошо. Почему-то здесь запись прерывается. Автор решил перестать снимать. Ладно, давайте будем... Где-то вот тут вот, скорее всего. Так, так, так. Мы должны найти что-то очень холодное. Погодите. Вот это что? 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 Вот, сканируем, наконец-таки. Это шампанское, да, Вальда? Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Хех. Свечка, низкая температура. Есть риск колебаний. Ладно. Туда-назад. Туда-назад. Погодите, мы здесь что-то видим. Ладно. Стоп. Вот еще есть. А может быть, это какой-то робот? Нет. Тот самый робот. Или вот. Нашли. А еще посмотреть можно по-бырому? Потому что я вон там что-то еще не просмотрел. Так, робот не считается. Тогда я хочу посмотреть, что вот здесь будет. Практически в самом конце записи. Кстати, написано, как только мы просканировали, улика должна исчезать. Но она почему-то не исчезает. А почему? Мы же все уже увидели. Все кого знают. Ладно. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было. Вот у меня зимы. Черт, тихо. А вот так, в конце. Так, стоп. Мы здесь. Вот. Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Ладно. Получается все, да? Все. Тогда выходим. Надеюсь, я все увидел. Может нам покажут потом? Изучили на 100%. Нашел, что хотел? Да. Все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тебак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Так, надо запомнить про оружие. Когда мы там окажемся, надо будет его сырить. Или просто иметь в виду, что оно там есть. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брендансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейн-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин. Да, конечно. Все будет плохо. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Это хороший совет, кстати. Искать легких путей. Давай поговорим через минуту. Не всегда хорошо. Ладно, пойдемте. Спасибо. Все, поговорить с Эвелин. Давай поговорим. Все, пойдем. Пошли. Пока, Джуди. Ну? Что думаешь? Что тебя связывают с Юри Нобу? Не боишься, что налет повесят на тебя? А то уверена, что все под контролем. Кажется, я понял, откуда ты столько знаешь про Юри Нобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. То есть вас объединяет секс? Бизнес. Только бизнес. Так, хорошо. Юри Нобу ничего не подозревает? Ты уверена, что Юри Нобу не ожидает от тебя подлянки? Юри Нобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с Дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Но мы как-то недооцениваем его сейчас, по-моему, этого парня. Ты не боишься? А Росака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юри Нобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого пойдет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Инфа про Юри Нобу, про чип, брейнданс из Кампэйки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? И что теперь? Так, погодите, стоп, погодите. С чего она так мне доверяет? Я только первый раз ее вижу. Какой-то чел один раз меня порекомендовал ею, который сам меня плохо знает. Стоп, нет, я так не могу. Как же Джеки? Джеки меня вывел на Декса. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник. При этом совершенно бесполезный. Нет! Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по... Не важно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой? Нет, я не буду. Не, 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 это неправильно. Да нет. Декс дал мне шанс. Он мне доверяет. А теперь я даю тебе шанс. Пятьдесят процентов. С такой суммой на счету на Декса можно забить. Я не стану. Нет, Эвелин. Дело не в деньгах. Я думала, ты наемник. Дело всегда в деньгах. Я не буду подставлять того, кто мне доверяет. Извини. Ладно, я ни о чем не спрашивала. Ви. Что? Надеюсь, ты так же удачлив, как и наивен. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Как она, знаете, ошибка в ее логике. Точнее, в ее триндеже. Она говорит, что она хочет вместе со мной кинуть чувака. До встречи, Ви. Все, я ухожу сегодня, да. Она хочет вместе со мной кинуть его. Значит, типа, в пятьдесят на пятьдесят со мной поделиться. И в то же время говорит, да господи. И в то же время говорит мне, что ты же наемник. А у наемников все дело в деньгах. То есть, получается, что если бы она так реально думала о наемниках. Она, мне кажется, так реально думает. То она должна понимать, что как только я соглашусь кинуть Декса, значит, однажды я соглашусь кинуть ее. Если мне кто-то другой предложит чуть побольше денег. Соответственно, если она так думает о наемниках, то какого фига она мне доверяет, правильно? Поэтому нет. Она просто хочет какую-то свою выгоду поиметь и меня подставить в итоге. Так, мне показали. Эта запись, Эвилин, из компэйки стоила потраченного времени. Плохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. А что с болтом? Пока ничего. Сейчас займусь. Тибак говорит, что без него у вас нет шансов. За работу, мистер Ви. А где выход отсюда? Сидим, значит, вчера в баре. Четыре утра. Она мне рассказывает про банк, бла-бла-бла. И я пытаюсь как-то вклиниться, потому что мне нужно, чтобы она меня подменила днем. Потому что мне еще мелкую из садика забирать. И тут заваливается какой-то нарик, весь на нервах. Молли чуть не сбил. И начал стульями кидаться? Нет. Представляешь? Говорит, хочу в реале. По-природному. Без этого VR-говна. Типа, я знаю, что нельзя. Заплачу тройной тариф. И ты знаешь, что Джина сделала? Запихнула его в кабинку. И нацепила ему обруч. Он думал, это типа для крутоты. Короче, запустила ему групповуху, где в конце оргазм стоит на повторе. Да ладно? И он не понял? Нет, они даже когда трезвые думают, что им реально дают кончить на сиськи. Боже мой. Ну здорово. Смотри, не споткнись. То есть, они смотрят записи каких-то избранных людей, которым повезло в реальности что-то ощутить. Так, позвонить сотруднице Милитеха, Мерилит Стаут, встретиться с Джеки. Нам нужно к Джеки. Нам нужно выйти отсюда. Сорян. Вот здесь мы можем выйти, да? Да. А, вот как раз правильно, мы здесь и зашли. Хорошее место, спасибо. Типа мы можем здесь получить квест. Но я не буду квест получать. Мне сейчас не до этого. Правильно? Правильно. Свежим воздухом подышать. О, это моя машина. Оу! Охренеть, меня сбил этот чувак. Что это? Скоро наступит столкновение с реальностью, которая возвестит будущее этого мира. Окей. Закрыть. Даже не знаю, что теперь? Где Джеки? Как нам к Джеки поехать? Типа Джей, да? Джей это вот, уровень угрозы. Позвонить сотруднице Мелитеха Меридит Стаут. Может быть, тоже это надо сделать еще. Вот, Меридит Стаут. Позвонить. Стаут, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Я тебя понял. Хорошо, с Джеки нам попозже надо будет встретиться. Кстати говоря, у меня же есть открыть сообщение. Мне же Джеки что-то, по-моему, писал. Два сообщения. Так, как прошло? Не пишет, значит занят. Окей, напиши потом, что-то у тебя. Так, встретился с клиенткой, посмотрел верт оттуда, куда мы собрались. Он мне написал что-нибудь в ответ? Нет, ничего не пишет. Так, ты где там застрял? Давай шустрее, Дэкс ждет. Ладно, все это мы... Неинтересно. Как-то беззвучно все ломается, странно. Ой, тут полиция рядом. Нехорошо как-то. Давайте менять вид. Да. Хочется чуть больше город посмотреть. Блин, наверное, прикольно здесь играть. А-а-а! Простите! Я не собирался вас убивать. Случайно. Все в порядке. Да все в порядке. Жив, жив, здоров. Прикольно, наверное, здесь было бы порулить прям. У-у-у-у. Какой город. 30. Это что значит? Что это за место? Сорян, сорян, сорян. Простите, простите. Что это такое? Выбрать место назначения. Быстрое перемещение. Это типа фест-тревелы? А-а-а! Все, нет, не нужно. Нам осталось 150 метров. И нам все еще показывают прямо. Странно. Почему прямо? Если вот же оно, блин. Что? А-а-а! Я помню, что он хочет от меня. Он хочет, чтобы я развернулся. И там я, видимо, на первый ярус попаду таким образом. Ладно, попробуем. Только можем просто взять, если... Нет. Очень крепкий бордюр, к сожалению. Эй, ну сколько нам так еще ехать? Куда ты нас ведешь, навигатор? Опа! Идеально. Идеально. Блин, какое мерзкое место, этот город. Мне было бы стрёмно в таком жить. Москва прекрасная, если так подумать. Такая опрятная. Опа, здрасте. Фу, сразу вышел. Не, погодите. Давайте сделаем сейв. Я думаю, на этом мы с вами сделаем паузу. Короче, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Короче. В свете не особой популярности этой серии летсплеев у меня на канале. Я не знаю, кстати, почему вас, видимо, не вкатывает это. Видимо, вы смотрите где-то в другом месте, но это ничего страшного. Короче, каждый видос может оказаться последним. Я не уверен, что я хочу тратить время, поскольку время тратится на это. Превьюшка и так далее. И это игра, в которую я могу, в принципе, и сам для себя поиграть. То есть мне не особо интересно тратить время. Эфирное и свое, когда я могу записать что-нибудь позабавнее и, знаете, где можно покреативничать, грубо говоря. Так что, если вам интересно, ставьте лайк. Если вам неинтересно, не ставьте лайк. Смотрите где-то, где вам это будет веселее смотреть. В любом случае, от активности будет зависеть, буду продолжать эту игру или не буду. В общем, вот такой расклад. Ну а пока еще раз всех благодарю за просмотр. С вами был Юджин и всем пять!